Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости международного валютного рынка от компании ИнстаФорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Настроения немецких потребителей заметно улучшились в последнее время. Ежемесячный опрос института JFK показал, что жители ждут от наступающего года перемен к лучшему и более склонны тратить деньги, чем делать сбережения. Падение цен на бензин способствует увеличению потребительского спроса на многие другие группы товаров. Индекс потребительского климата, рассчитываемый институтом JFK, на месяц вперед взлетел к восьмилетнему максимуму и составил 9 пунктов. Достичь столь высокого значения индикатору не удавалось с декабря 2006 года. В Германии появились и другие предвестники оживления экономики. Цены производителей неожиданно для экспертов прервали свое падение в ноябре, даже несмотря на снижение цены энергоресурса. Однако эти отчеты не оказали поддержки единой европейской валюте. Пара евро-доллар сегодня продолжает нисходящее движение, но, учитывая скорость ее падения в последние три дня, не исключено, что в ближайшее время настроение трейдеров изменится. Вполне вероятно, что в начале следующей недели пара попытается скорректироваться вверх. Возможно, если ей удастся преодолеть уровень 1.23, коррекция будет примерно к уровню 1.2350-60. Но если ей это сделать не удастся, тогда мы можем увидеть продолжение уже сложившейся тенденции. И, возможно, на следующей неделе будет тестирование минимумов начала декабря, а именно уровней 1.2245. Объем торгов на следующей неделе, скорее всего, будет небольшим. Впереди рождественские каникулы, и многие инвесторы обычно предпочитают на это время выйти с рынка. Закрытие позиций по доллару и фиксация прибыли могут привести к укреплению единой европейской валюты. Торгуйте и зарабатывайте вместе с компанией Инстафорекс и хороших вам выходных!